В России готовят эксперимент по маркировке шприцев, промаркируют соки и компоты. Окажут бесплатную юридическую помощь по стандарту. Перечень жизненно необходимых лекарств расширят, а в детских лагерях узнают про все болячки ребенка. О законах, которые вступают в силу в июне, расскажет Ирина Синягина. С 1 июля алименты при назначении детского пособия учтут по единым правилам. Если при разводе алименты установил суд, их учтут по фактически поступившим суммам. Такие данные заявитель может указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено. Если решение суда поступило в службу судебных приставов, то социальный фонд получит эти данные там. Если родители договорились об алиментах устно или в соглашении, то при расчете будут учитывать сумму, указанную в заявлении, но не меньше минимальных гарантий, предусмотренных семейным кодексом. Это четверть мрот на одного ребенка, треть на двоих и половина на трех и более детей. С начала лета соки, компота и нектара обязательно будут подлежать маркировке. К этому обязали производители такой продукции. Продажа немаркированных безалкогольных напитков, введенных в оборот до начала обязательной маркировки, разрешена до истечения сроков годности этих продуктов. Отметим, что маркировку безалкогольных напитков в Кабмине проводят поэтапно. Началась она в декабре 2023 года. В медицине. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пополнился новыми наименованиями. Такое распоряжение правительства вступает в силу 18 июня. В список добавили три комбинированных препарата для лечения больных с различными вирусными и бактериальными инфекциями и инфекционно-воспалительными заболеваниями. Кроме того, в него включили два новых лекарства, необходимых пациентам с рассеянным склерозом. А еще Минздрав обновил форму медицинской справки о здоровье ребенка, уезжающего в детский лагерь, а также порядок ее заполнения. Изменения вступают в силу со 2 июня. В этой справке будут отмечаться все заболевания, которые ребенок имеет. Не только инфекционные, перенесшие ранее, но и хронические заболевания, травмы, операции. В прививочную карточку будет добавлена реакция МОНТУ или Диаскин-тест, который ранее не указывался. Кроме этого, антропометрические данные, масса ребенка, рост и индекс массы тела будет рассчитан для того, чтобы более эффективно рассчитывать оздоровительный эффект, который ребенок получил от отдыха в загородном лагере. Правовое поле. С приходом ЛЕДА вступит в силу новые правила оказания юридической помощи по стандарту, а не коснуться государственных юридических бюро, адвокатов, нотариусов, юридических клиник и некосударственных центров бесплатной юрпомощи. Среди видов бесплатной юрпомощи правовое консультирование в устной и письменной форматах, составление заявлений, жалоб, ходатайства и других документов правового характера. Россияне могут обратиться за безвозмездным представлением их интересов в судах, государственных и муниципальных органах, организациях. Получить эти услуги можно не только в государственных, но и частных юридических фирмах и нотариальных конторах любым доступным способом. Важное условие. Человек должен иметь документы, подтверждающие право воспользоваться помощью. Такое право есть у семей, в которых средний душевой доход ниже прожиточного минимума, инвалидов 1-й и 2-й групп, ветеранов Великой Отечественной войны, героев России и СССР, героев социалистического труда, героев труда России и участников СВО.